Легендарная балтийская певица и старая подруга российской эстрадной звезды Аллы Пугачевой, Лайма Вайкуля, честно призналась, жертвовала ли та свои деньги на нужды ВСУ? Аллу сейчас будет проверять прокуратура России. Отстаньте вы от Аллы, отстаньте от этих замечательных людей. Откуда вы взяли, что нужно проверять, платит ли Алла украинской армии? Захочет – заплатит, не захочет – не заплатит. Правда, я знаю, что она этого не делала, рассказала она. Вайкуля особенно напирала на то, что Пугачева уже давно не гастролирует, и у нее якобы нет денег на пожертвования на нужды ВСУ. Она ведь не работает. Вы знаете об этом? Откуда она возьмет деньги на то, чтобы кому-то отправлять? Хочется сказать, что она даже мне не давала денег, когда у меня была проблема. Хотела приобрести большую картину. Я шучу. Это все шутки. Я вас развлекаю. Отстаньте от Аллы, от Меладзе, от Галкина, от меня. Со своими глупыми вопросами подытожила певица. Латвийская певица Лайма Вайкуля в интервью украинскому изданию рассказала, что она почувствовала, когда началась война. Я как и не мела. Я была особо не в состоянии реагировать. Я имею в виду выходить в Инстаграм. Для меня это было невозможно по многим причинам. Но это было так страшно. Как только я клемалась, я тут же позвонила своему музыканту. И то, что я выложила в Инстаграм, я думала, главное, нельзя плакать. Потому что я отплакалась, разговаривая с ним. Решила его поддержать, а закончилось тем, что он меня поддерживал. И это меня просто убило на повал. А я думала, лишь бы не заплакать. Потому смотрела в Инстаграм, думаю, как это фальшиво выглядело. Хотела сделать вид, что я типа очень сильная. И просто остановить войну. А это вообще не об этом. Это агрессивные действия России против Украины. Это не то, что не стреляйте. Сегодня уже просто смешно это вспоминать. Нельзя было представить, что такое вообще случится, сказала Вайкуля.